Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». И у нас сегодня в гостях заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в региональном сосудистом центре Люберецкой областной больницы, главный невролог округа номер 3 Московской области, заслуженный врач Российской Федерации Лариса Васильевна Сметана. Здравствуйте, Лариса Семеновна. Здравствуйте, Николай. Ну, начнём, наверное, с самого главного вопроса. Сразу скажу, что сегодня мы будем в основном говорить о такой теме, как инсульт. И, казалось бы, слово известно давно, заболевание, ну, скажем так, врачам-то тоже давно известно, и люди все его боятся, потому что слово инсульт, ну, разве только рак может его преодолеть, потому что рак, всё, уже человек умирает, а инсульт, ну, какие-то шансы есть, но тоже как бы всё заканчивается не очень хорошо. Вот сегодня будем об этом поговорить, но прежде всего вы являетесь неврологом. Да, специальность, которой, например, в обычной поликлинике не всегда можно записаться. А мы понимаем, есть такая фраза, что всё у нас от нервов, да, всё от сосудов. Вот как вы оцениваете на сегодняшний день, насколько ваши пациенты, а я так понимаю, что пациенты у вас бывают самого разного возраста, тем более такой огромный округ, столько много людей, с точки зрения сосудистой нашей неврологической системы, мы хуже стали немножечко? Да, безусловно, хуже, и это, в принципе, оправдано жизнью. Сейчас экологическая обстановка стала намного хуже, окружающая среда, естественно, ухудшается. Большое количество людей с избыточной массой тела, всё больше превалирует малоподвижный образ жизни. Ну, плюс питание неправильное. Да, присутствует, так скажем, хроническая стрессовая ситуация очень у многих, да, нервная работа, в принципе, приходится работать на износ. И днём и ночью сидя, да, компьютер, опять же, да, человек устает. Это, конечно, всё приводит к тому, что нарастает количество людей, страдающих гипертонической болезнью, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями, которые априори приводят к инсульту. То есть они являются основными факторами риска, вызывающими острое нарушение мозгового кровообращения. А это как бы уже финал, да, инсульт, финал вот этого вот. Но я так понимаю, что вот это, помните, даже песня такая была, гиподинамия сто лет назад. То есть это было всегда, ведь всегда нас, людей, ну, врачи всегда говорили, вот мы мало двигаемся, мало там, даже ещё до компьютерной эры и так далее. Значит, получается, что человек, который находится без движения, который только ест, спит и работает, он сразу же начинает дорогу к инсульту, верно? Да, это повышает малоподвижный образ жизни, повышает вязкость крови, повышает обязательно артериальное давление. Естественно, обменные процессы тоже снижаются, они ухудшаются, это тоже приводит к различным метаболическим нарушениям в организме, в том числе к сахарному диабету, особенно если обусловлено этой наследственностью, потому что практически все хронические заболевания обусловлены наследственной патологией. Поэтому нужно обязательно интересоваться, какие были хронические заболевания по материнской, по отцовской линии. А что чаще, кстати, передаётся? Гипертония, диабет, они передаются, это уже доказано именно по наследству. От папы или от мамы? Нет, этого нет. Это кто страдает, как правило, кому передалось в свою очередь от своих родителей. То есть об этом надо, я так понимаю, думать заранее? Заранее, желательно, конечно, заранее. И проводить профилактические, так скажем, исследования. Ну и, естественно, если необходимо, то и лечение. Ну мы сейчас поговорим о профилактике, такой отдельный пласт, потому что врачи всегда любят говорить о профилактике, чтобы меньше потом, в хорошем смысле слова, мучиться с пациентами, потому что каждый из нас бывает в поликлинике или не приди, Господи, в больницу и видит, до чего люди могут себя довести. Причём я так понимаю, если говорить о сосудистых заболеваниях, то сегодня, как говорят, и диабет молодеет, то и инсультные больные молодеют. Почему? Всё тоже из-за этого? Да, за последние 30 лет количество инсультов выросло на 70%, во всём мире на 70%. И смертность от инсультов в два раза повысилась за эти 30 лет, с 90 по 20 годы. То есть это уже подтверждено статистикой. Неужели на всё это действует только наша такая сама жизнь, я имею в виду, персональный человек? Может быть, мы действительно едим что-то такое против? Нет, ну в принципе, да. Я же говорю, экологическая обстановка, то, что мы действительно себя чем окружили, какой химией и что мы потребляем, безусловно, оказывает огромную роль именно на то, чтобы вызывать ранние хронические заболевания, в раннем возрасте хронические заболевания, которые в свою очередь приводят к этой патологии. Действительно, инсульт помолодел, однозначно он помолодел. И сейчас, если раньше обращались люди с инсультами, нам доставляли их 60 лет и выше, и старше, то сейчас в наш региональный центр привозят ежедневно пациентов в 30-летнем, 40-летнем, 50-летнем возрасте с острыми нарушениями мозгового кровообращения. И если это геморрагический инсульт, то там прогноз очень часто бывает письмом. Инсульты, как мы уже теперь уже, я понимаю, придём к этому, есть ишемические, есть геморрагические. Один к четырём. То есть на 4 ишемических инсульта приходится один геморрагический. Но геморрагический инсульт – это разрыв сосуда. Он протекает тяжелее, как правило, в связи с тем, что изливается кровь, которая в норме не должна присутствовать совершенно в черепной коробке, и не должна ни в коем случае соприкасаться с головным мозгом. И за счёт этого возникает очень быстро отёк головного мозга. А так как черепная коробка имеет определённые размеры, то мозгу разместиться негде. И он, естественно, опускается вниз. Как бы тонет в этом смысле. Да, происходит вклинение в большое затылочное отверстие. И, к сожалению, человек погибает. Ишемические инсульты, они происходят чаще. То есть если вот на 100 человек, 80 ишемических, 20 геморрагических. Вот. Они чаще протекают легче, но, естественно, есть и очень тяжёлые формы ишемического инсульта. А что такое ишемический? Это уже не различные сосуды? В любом случае, это когда закупорка сосуда происходит. Да, то есть, как правило, тромбом или изъязвившейся бляшкой. Но чаще всего тромбом. Вот тогда, если он обширный ишемический на полное полушарие, допустим, или там на две трети полушария, то опять-таки будет вызывать происходить большой отёк и достаточно быстро отёк головного мозга. И прогноз тоже неблагоприятный. Но там есть хотя бы возможность, я так понимаю, протолкнуть этот тромб. Да, это во-первых. И есть возможность сейчас, в настоящее время, для чего и повсеместно, в смысле, целая сеть создаётся региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для того, чтобы можно было человека в кратчайшие сроки доставить в этот центр, провести нейровизуализацию, то есть исключить кровоизлияние. И если попадает больной в терапевтическое окно, а это 4,5 часа, то мы можем провести системный тромболизис, актилизой или фортелизином, или револизой, да. И растворить этот тромб, этот тромб моментально растворить и обеспечить проход кровотоку из нижележащих отделов, вышележащих, то есть к клеткам мозга. И таким образом клетки не погибают. То есть на глазах мы видим, как дефицит, который возник неврологически, то есть утерянные функции, они прямо на фоне этого тромболизиса восстанавливаются. Вот мы сейчас поговорим об этом замечательном времени, 4 часа. Я даже где-то такую памятку видел то ли в газете, то ли что делать при первых симптомах инсульта. Мы об этом поговорим, как и о профилактике. Но на сегодняшний день, скажите, насколько база готова для того, человек поступает, да, вот вы говорите, что у нас есть всё. Потому что раньше, опять же, я помню, от бабушки, еще от кого-то, для них слово «тромб», которое звучало, «в тот умер от тромба», «в тот умер от тромба», «в тот умер от тромба». То есть правильно понимаешь, что сегодня не приговор, если всё вовремя успеть? Нет, это не приговор. У нас настолько всё продумано, всё дозировано. То есть больной с пандуса, как только скорая помощь подвозит больного, прямо с пандуса он поступает в КТ-кабинет, в это время его смотрит невролог, подтверждает подозрение на инсульт. Проводим КТ, подтверждаем отсутствие кровоизлияния и часто наличие ишемии, или даже просто отсутствие кровоизлияния. И уже в КТ-кабинете начинаем проводить тромболитическую терапию. Далее, если, в принципе, не то что если, а если он попадает в терапевтическое окно, то мы даже проводим КТ-ангиографию на предмет того, может быть, у больного, помимо того, что есть тромб, есть ещё и тромбоз в вышележащих отделах. И тогда мы проводим только тромболитическую терапию, а мы проводим ещё и тромбоэкстракцию. То есть сейчас наш центр работает очень активно в этом направлении. Мы уже провели три тромбоэкстракции, да, и, конечно, честно говоря, с хорошим результатом, с положительным. А вот что с человеком происходит после вот этого положительного результата? В связи с тем, что восстанавливается кровоток к клеткам мозга, которые в данной ситуации попали в зону ишемии, в связи с тем, что тромб перекрыл проток крови, приток крови, таким образом клетки получают питание, и, как правило же, сразу умирает только ядро клеток, то есть небольшая часть головного мозга. Вся остальная часть, которая располагается вокруг этого ядра, так называемая пенумбра или ишемическая полутень, она находится в полуживом состоянии. И если мы обеспечиваем кровоток, то клетки, получив питание, а питаются они, естественно, кислородом и глюкозой, который мы доносим с кровью до этих клеток, они восстанавливаются, они не умирают, и они начинают функционировать в полном объёме. Поэтому мы видим на глазах восстановление функций. Если нам привозят полностью парализованного человека, ни рука, ни нога не работает, нет речи, то во время этой процедуры или в ближайшее время после неё мы видим восстановление этих утерянных функций. Пусть не сразу до конца полностью все функции восстанавливаются, но, тем не менее, достаточно хорошо восстанавливаются, и остальная часть невосстановленной функции, она может быть восстановлена во время реабилитации. То есть наша основная задача – снять угрозу жизни, снять отёк головного мозга, чтобы больной стабилизировался, и в дальнейшем отправить его на первый этап реабилитации, который проходит в нашем же центре, а далее на второй этап реабилитации, тоже к реабилитологам, в центре именно реабилитационные. И далее, если есть возможность, ещё и дальше на третий этап, в санаторий и так далее. Вот теперь поговорим об этой памятке. Нас смотрят те люди, ну, любые, да, как мы выяснили, любой человек, к сожалению. Что делать? Какие это симптомы? И хорошо, если рядом есть кто-то, да, если никого рядом нет, но ты чувствуешь, что это замутнение, помутнение какое-то. Как это происходит? Значит, инсульт не просто так называется – удар, апоплексия, да? То есть он происходит внезапно. И вот для того, чтобы было проще разобраться, удар – это аббревиатура, можно сказать, в данной ситуации расшифровывается. У – это улыбка, то есть мы просим человека улыбнуться, чтобы отметить, есть ли асимметрия лица или нет. Аскальдьте зубы, улыбнитесь. Далее, Д – это движение, то есть просим его вытянуть вперёд руки и посмотреть, будет ли он удерживать обе руки, или одна рука будет опускаться, падать. Вот, можно, в принципе, сжать кулаки, кисти ваши и так далее. То есть это тоже можно сделать. А – это артикуляция, то есть попросить человека хотя бы назвать своё имя, выполнить простейшую команду, потому что речевые нарушения могут быть как моторные, моторика нарушается, так и сенсорные. То есть человек не понимает обращённую речь. У него речь сохранена, собственно, но он не понимает обращённой речи. Он вам ответит, не в попадь обязательно. Или же у него будет речь в виде каши. Тогда это другой сосудистый бассейн, это вертебрально-базилярный бассейн, ствол и так далее. Ну, то есть в любом случае, если будут речевые нарушения, это уже серьёзный сигнал к тому, чтобы обратиться в скорую помощь именно, не просто на приём к врачу, а вызвать скорую помощь, потому что, я ещё раз говорю, терапевтическое окно – это очень важная вещь. Или возникнет головокружение, допустим, или внезапная тошнота рвота на фоне головной боли и так далее, там может быть геморрагический инсульт. То есть при наличии таких симптомов нужно срочно реагировать. То есть R – это реакция. То есть мы должны сразу отреагировать и вызвать на себя скорую помощь, для того чтобы не упустить время, это очень важно. И тогда отправлять больного в центр, а в центре уже неврологи разберутся. Есть инсульт, да, нет инсульта. Если есть, мы поможем, если нет, будем лечить другую патологию. Удар, я такого никогда не слышал, так легко, просто и понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас находится главный невролог округа номер 3 Московской области, заслуженный врач Российской Федерации Ларис Васильевна Сметана, и говорим мы сегодня об инсульте. Я же прям заслушался, и у меня уже такое ощущение, что у меня в голове что-то происходит. Интересно, что будет во второй части. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и сегодня мы говорим об инсульте. Очень интересно, много фактов, и просто интересно, и важно, потому что, к сожалению, эта болезнь присутствует, появляется внезапно, может поменять не только жизнь конкретного человека, но и жизнь всех окружающих. Поэтому сегодня у нас в гостях специалист, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в региональном сосудистом центре Люберецкой областной больницы, главный невролог округа номер 3 Московской области, заслуженный врач Российской Федерации Лариса Васильевна Сметана. Вот мы поговорили об этом времени, 4 часа, вы уже частично сказали, 4 с половиной, ну, лучше 4. Да, лучше 4. Чем меньше, тем лучше назначено. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, из того, что вы сказали, выстроена целая схема, то есть человек поступает, и у вас прямо… Да, отбор проводит невролог, который сразу же спускается к пациенту с медсестрой для того, чтобы можно было сразу начать тромбоэлитическую терапию, потому что пока будет КТ-ангиография проводиться, больному контраст будет вводить, специалист КТ будет смотреть проходимость сосудов на предмет тромбоза, мы уже будем проводить тромбоэлитическую терапию, потому что мы исключили кровоизлияние, и больной попал в терапевтическое окно. То есть уже тромб мы будем начинать растворять, естественно. И далее тогда, после того, как мы подтвердили тромбоз, мы поднимаем больного на 4 этаж, отделение эндоваскулярной хирургии, где заведующий и его специалисты, Ситанов Алексей Сергеевич и его специалисты замечательные, проводят тромбоэкстракцию. То есть этот тромб как-то… Да, механическим образом удаляют или путём экстракции, или же путём аспирации. То есть это уже на выбор самого эндоваскулярного хирурга. Аспирация – это что, это разрезает? Нет, это как бы вытягивают, высасывают, отсасывают. Ага, понятно. А это механически забирают экстракции. А размер этого тромба, он у всех разный? Вообще тромб у всех почти одинаковый? Да, тромб, он разный. Бывает по протяжённости, он бывает очень большой, бывает короткий, но тем не менее, какой бы он по длине в сосуде ни был, он перекрывает просвет сосуда. Это однозначно. То есть даже если он будет, допустим, короче в 2 раза или длиннее в 2 раза, он всё равно просвет сосуда перекрыл. Хорошо. И вот та часть мозга, которая питалась за счёт вот этого кровотока, она, естественно, начинает отмирать. И вот в течение первых 4,5 часов мы можем вот эту пенумбру ишемическую полутень спасти. Ядро-то сразу отмирает моментально, буквально секунды, минуты, и оно сразу отмирает. Но оно небольшое. А вот пенумбра, мы за неё боремся. Поэтому чем быстрее вы доставляете, не обязательно через 4 часа, наоборот, чем раньше, через час, через два, тем больше этих клеток сохранено. И тем больше мы можем спасти и помочь человеку без дефицита потом восстановиться, без неврологического дефицита. Ещё такой вопрос. Отмотаем как бы назад, вообще до каких-то самых-самых неприятных. Мы уже выяснили, что прежде всего надо у мамы и папы спросить, чем болели, всё записать на всякий случай. Я шучу, конечно, но это очень важно. Это важно. Это немодифицируемый фактор риска. К сожалению, мы не можем на него повлиять. Да, мы от этого не зависим. Но есть же ещё какие-то сигналы, я так понимаю, онемение, рук бывает, онемение. Да, вот я говорю, симптоматика различная, может быть, при инсульте. Прединсультная. Какая симптоматика? Это прединсультная. Как раз-таки предвестников у инсульта нет. То есть если не имеют руки-ноги, это не то? Нет, руки, но это нужно разбираться. Это или остеохондроз, или полинеропатия, или векетососудистая дистония и так далее. То есть то, что симметрично происходит, это, как правило, не инсульт. И инсульт развивается за минуты, за часы. Вот это инсульт. А то, что предвестники, вы можете, безусловно, и должны обратиться к неврологу, потому что вдруг есть какая-то врождённая аномалия сосудистая, аневризма, артериовенозная мальформация и так далее. Это нужно всегда обращаться к специалисту. То есть специалист, произведя нейровизуализацию центральной нервной системы, он вам может точно сказать, в чём ваша конкретная проблема. Потому что вам всё равно это мешает жить. Правильно? Вы же не просто так обращаетесь. Ну, конечно. Пусть это не представляет собой угрозу жизни, но это качество жизни снижает. То есть, скажем так, неврологического аспекта, да, вот заболеваний или... Не то, что заболеваний, каких-то нарушений много. То есть надо всё равно понять, что это. То есть понять, от чего-то отказаться, да. Тем более это нервы. Тебе кажется, что у тебя болит сердце, а на самом деле это всего лишь навсего... Это может быть и опухоль, извините. Потому что опухоль, да, она в одночасье как раз-таки редко развивается. Только когда она идёт немая, растёт немая, и вдруг в неё происходит кровоизлияние, и тогда она начинает звучать. Или она настолько больших размеров достигает, что она начинает уже клинически звучать. То есть опухоли, они по-разному абсолютно протекают. И поэтому всё равно нужно, ещё раз говорю, обращаться к специалисту, а он разберётся. Это ещё такая... Сколько серьёзно это? Венозная история. Ноги, да, это особенно женское такое заболевание. Вот почему так вены на ногах у нас могут быть проблематичными у людей? Опять же, вот... Ну, потому что против силы тяжести идёт кровь. А если малоподвижный образ жизни, а если излишний вес, если избыточный вес... Да, это... Да, то, естественно, это мешает работе крови венозной, да, подниматься снизу вверх против силы тяжести. Поэтому клапаны, которые помогают продвижению крови по венам, они начинают истощаться, они, естественно, теряют свою функцию, становятся, естественно, не такими эластичными, такими упругими, как они были, допустим, в молодости, да, то есть... Ну, это видно становится, да, вот по ногам можно определить. Потому что начинается отёк. Синие какие-то пятна появляются. Да, да, какие-то, естественно, как будто рисунок венозный и так далее. Это, да, это, безусловно, нужно обращаться, но этим занимаются у нас флебологи, сосудистые хирурги, это не неврологи. Вернёмся к неврологам, и теперь поговорим о профилактике, да, такой важный момент, если всё-таки, что можно сделать... Вот человек выяснил, например, что у него там, да, есть такая фамильная история. Значит, он, в принципе, к этому должен быть готов. Что ему надо делать? МРТ, КТ, приходить к неврологу, проверяться. Да, можно определить, грубо говоря, извините, в голове там, в какие-то места, что вот может быть удар, там слабое место, что-то такое. Я согласна с вами, что вот немодифицируемые вот эти факторы риска, на которые мы не можем повлиять, их несколько. Значит, вот наследственность, как мы с вами сказали, полчеловека, потому что, как правило, у мужчин после 50 чаще это происходят, инсульты, и возраст. Возраст после 50-60 лет инсульты учащаются по статистике. Ну, старые сосудики уже. И с каждым десятилетием в 2-3 раза чаще происходит. И вот вернёмся к теме наследственности. Если действительно по какой-либо линии материнской или отцовской у вас в анамнезе есть инсульты, то есть анамнез считается отягощённым, вы должны обратиться всё равно к профильному специалисту, то есть к неврологу. А невролог уже, безусловно, сделает вам МРТ, порекомендует вам сделать МРТ. Дуплексное сканирование брахиоцифальных артерий обязательно, то есть это артерии шеи, сонные позвоночные артерии, как правило, это основная причина инсульта, бляшки. Обязательно исследует вам сердце, сделает ЭКГ, эхокардиограмму, холтер поставит, может быть, смат ещё поставит, если гипертоник злокачественный, там не поддаётся коррекции гипотензинными препаратами. То есть я считаю, что покажет окулисту, рекомендует сдать кровь, на холестерин, на сахар, на липид, на всё. Всё, что как-то с головой связано. Поэтому, пожалуйста, да, если это есть, если вы хотя бы какие-то минимальные симптомы, типа головокружения, головные боли, шаткости при ходьбе, шума в голове, это всё замечаете, а не менее какой-то оконечности, там, одной, или там, ноги, или руки, там, и так далее, небольшие, может быть, речевые нарушения эпизодические, то есть это может быть по типу транзиторок, и человек даже не заметит. Это может быть несколько минут, вот, несколько, ну, там, до часа, как правило, а может даже вообще несколько минут быть. И, как правило, человек может даже не обратить на это внимание. Но если кто-то уже со стороны обращает внимание, то обязательно нужно обращаться к специалисту. И тогда уже при дополнительном вот этом исследовании можно будет чётко сказать, насколько тревожна ситуация. Чего ждать? Да, да, и насколько нужно понимать экстренный мир. А как-то можно, вот, предположим, хороший пришёл к вам пациент и всё сделал, вот все, все анализы, всё, и вы предполагаете, что, ну да, удар может быть когда-то. А сколько к нему можно подготовиться? Или просто мы будем знать заранее, и если что-то в человеке действительно вот начинает меняться, он сразу же знает, есть система удара, он по ней пользуется. Если у него гипертоническая болезнь, значит, безусловно, он проходит медикаментозную коррекцию гипертонической болезни. Если сахарный диабет, то опять-таки сахарного диабета. Если мы на дуплексном сканировании брахиоцефальных артерий выявляем бляшки, значит, мы переводим человека, скорее всего, и видим, что они растут, и диета не помогает, тогда мы можем перевести его на статины. А если он обращается, когда он уже гемодинамически значимая, то есть 70% и выше, то однозначно мы проводим профилактику инсульта и рекомендуем обратиться, сразу направляем к ангиохирургу, то есть к эндоваскулярному хирургу, который в плановом порядке проводит стентирование. У нас вот как раз в нашем центре, с приходом нашего нового руководства, у нас сейчас устанавливается второй ангиограф, что очень важно. Большое спасибо Семенцову, Дмитрию Павловичу и его команде, нашей команде. А это что значит? Кровь, что ли, в голове можно прокачать как-то? Нет, ставится стент для того, чтобы эту бляшку убрать, расплющить, и чтобы опять-таки кровоток пошёл в полной мере к клеткам головного мозга, потому что бляшка может быть на 70%, на 80%, она перекрывает просвет сосуда, и кровь не может пройти к клеткам, к этому участку мозга. Естественно, он меняется, видоизменяется, ишемия. И ведёт себя не так. Да, ишемия нарастает, и в один прекрасный момент происходит, в связи с тем, что там на этой бляшке ещё оседают тромбы, и тромб летит дальше, перекрывает просвет сосуда, а иногда, вернее, и бляшка изъязвляется, и часть бляшки летит, и происходит инсульт. То есть это первичная профилактика инсульта уже. Хорошо. А у него такой сразу простой вопрос. А нельзя сделать такой аппарат, чтобы, если бы всё это выявилось до того, прийти и как-то промыть эту кровь по-новой, чтобы не было никаких бляшек? Да, причиной это является не то, что там кровь стала какая-то другая. Если она бязкая, значит, вы принимаете или принимаете больше жидкости, получаете больше жидкости для того, чтобы можно было её каким-то образом разжижить. Или же тогда, если есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет, то тогда назначается антиагрегантная терапия. То есть по показаниям. Это должен индивидуально решать врач. К инсульту можно прийти разными дорогами. Я понял. Ещё такой вопрос. На сегодняшний день, вот если мы поймали 4,5 часа, мы человека спасли, то есть мы понимаем, что он уже не умрёт, по крайней мере, в ближайшее время, и более-менее сохранились какие-то функции, лекарственное его обеспечение, лекарственное его сопровождение. А на сегодняшний день лекарства такие существуют, которые помогают быстрее восстанавливаться? Да, конечно. У нас и в стандарт входят препараты, которые питают хорошо клетки головного мозга, центральной нервной системы, такие как цитикалин обязательно, входят в мировой стандарт, то есть во всем мире им пользуются цироксон или цитикалин. Вот глицин, это аминокислота наша. Ну, а также другие антиоксиданты, миксидол, пожалуйста, тоже замечательный. И кроме всего прочего, извините, мы обязательно применяем антикоагулянты в остром периоде инсульта, для того, чтобы кровь действительно не была густой, для того, чтобы улучшить реологию крови, профилактировать ТЭЛа и, в принципе, для многих моментов. Вот вы в перерыве, маленький секрет Роскоев, сказали мне, что вы были на обучении, я так понимаю, что даже заслуженный врач Российской Федерации всё время получает новую информацию, и вы были в таком восторге. И скажите, мы можем всё-таки с этим инсультом, ну, понятно, что не решить на 100%, но всё-таки пытаться людей заставить взглянуть на эту проблему по-другому, чтобы они понимали, что он может не прийти, что это будет зависеть только от нас. Конечно, конечно. Вот для этого мы с вами встретились, для этого мы с вами беседуем. Это очень важно, чтобы каждый человек это понял и подумал не только о себе, а подумал о своём окружении близком, потому что, если, не дай бог, это с ним произойдёт, то всё его близкое окружение, оно не останется безучастным. Оно будет втянуто в эту проблему однозначно и по собственному, конечно же, желанию, но дело в том, что это всё очень проблемно, это всё социальные уже идут проблемы. Ну, да. Проблемы, да, человек или уходит с работы, или каким-то образом меняет работу для того, чтобы ухаживать за близким человеком, для того, чтобы не создавать ни себе вот таких неприятных моментов, ни своим близким и родным, конечно, нужно думать на берегу сейчас. Но я так понимаю, что благодаря вам, вашим коллегам, всё-таки приятных исходов больше стало, что есть возможность людям помочь, и это действительно не приговор сегодня. Да, мы уже провели три тромбоэкстракции, это только начало. Это очень хорошо, да, это замечательно, это только начало, да. Тем более у нас теперь будет два ангиографа. То есть не нужно ехать в Москву, платить сумасшедшие деньги, искать там кого-то, чтобы что-то сделали? Ну, я думаю, не имеет смысла, потому что... Всё есть дома. Мы выполняем стандарт, и он полностью обеспечивается в нашем центре. И такой же стандарт будет в любом другом месте, если они обеспечены. Но там мы, например, точно обеспечены. Лариса Васильевна, вы так интересно рассказываете, что у меня такое ощущение, что я сейчас сканировал себя, всё прочувствовал, как идёт кровь, понял, что всё теперь у нас против силы тяжести, что нужно внимательно и за ногами следить. Ну, а если говорить серьёзно, то многие из наших телезрителей с этим сталкивались, так или иначе, или где-то что-то слышали. И большое спасибо, что вы пришли, рассказали об этом. Я предлагаю, ну, хотя бы там раз в полгода, чтобы вы нас просвещали вот в этих неврологических проблемах. С удовольствием. Потому что самое интересное, что люди зачастую даже не могут определить, чем же он болеет-то. Потому что откуда идёт... Мы же все состоим из этих каких-то... Мы немножечко электронные тоже в какой-то степени, да, из сосудов. И вам большое спасибо, и приходите к нам ещё. Спасибо. Спасибо большое. Заведующее неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в региональном сосудистом центре Люберецкой областной больнице, главный невролог округа номер 3 Московской области, заслуженный врач Российской Федерации Лариса Васильевна Сметовна, была нашей гостьей сегодня в вашем коллективе, в вашему коллективу и вам. Спасибо. Только всего самого доброго, самого хорошего, потому что работа очень сложная, но, как мы выяснили, вы даёте не просто шанс, а шансы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова